Готовишься, причащаешься и все обратно, то же самое. Почему? Потому что мы не храним это, мы не знаем, как вести духовную брань. Но если ты христианин православный, если у тебя висит крест, если ты крещеный, ты давал обеты вести брань. Этой книгой всякий человек, всякий человек, желающий спасения, научается, как побеждать невидимых врагов своих. В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови. Христос Воскресе. Продолжаем радоваться жизни. Продолжаем делиться имеющимся опытом, пониманием невидимой браней преподобного Никодима Святогорца. Глава 13. О том, как надлежит воевать против бессловесной воли чувственной, какие приемы для этого нам можно применять. Очень такая хорошая практическая глава. Вторую часть, второй выпуск по этой главе так охарактеризовал. Уклонись от зла и сотвори благо. Как-то краткое содержание. Мало заметить, что тебе нанесли какой-то вред, обидели тебя. Мало простить, молиться за этого человека. Можно еще и напротив сделать ему что-нибудь, пытаться доброе. Возлюбить оскорбление. Так в разрез с самоутверждающей политикой современной популярной психологии. В других же случаях старайся возбудить и утвердить в себе другие соответственные чувства и расположения. Это будет изгнать из сердца страсть и заместить ее противоположной ей добродетелью, что и есть цель невидимой браней. Мы не умерщвляем силы нашей души. Не отрезаем и не выкидываем. Мы их с Божьей помощью исцеляем. Предложу тебе общее на все случаи указание по руководству святых отцов. Три у нас в душе части или силы. Мысленная, желательная и раздражительная. От этих трех сил по причине повреждения их рождаются и троякого рода неправые помыслы и движения. От силы мысленной рождаются помыслы. Неблагодарности к Богу и ропотливости, Богозабвения, неведения божеских вещей, нерассудительности, всякого рода хульные помыслы. Это от силы мысленной. От силы желательной рождаются помыслы сластолюбия, славолюбия, сребролюбия со всеми их многочисленными видоизменениями, составляющие область самоугодия. Вот все, чего бы мне желалось. Слава и сласть денег. Это конституция современной жизни, которую нам рекламируют с каждого утюга. А тут, видите, все это наоборот, это вредно. От силы раздражительной рождаются помыслы гнева, ненависти, зависти, мщения, злорадства, зложелательства и все вообще злые помыслы. Ну, это все, что не любовь. Да, Господь, если любовь, извращенная наизнанку направление нашего сердца, ума, приводит к извращению любви. И причем, насколько крепкой может и сильной быть любовью, Господа, настолько же страшная, может быть, ненависть, злоба в человеке. Все такие помыслы и движения следуют тебе побеждать показанными приемами и стараясь всякий раз восставлять и водружать сердце противоположные им добрые чувства и расположения. В предыдущих двух программах мы говорили об этих приемах. Вместо неверия, несомненную в Бога веру, вместо ропотливости искреннее благодарение Бога за все. Вот это так часто незаметно, ропотливость эта проникает с первых секунд, когда открываешь утром глаза. И погода не та. И не так себя чувствуешь. И то, не то, и все, и человек рядом не тот. Или не так себя ведет, как тебе надо. Оно же не такая отвлеченная теория, которая в книжке записана. Это все настолько непосредственно близко к нам, в каждую секунду. И все не то. А если ты Господь так решил, что так должно быть? Для того, чтобы ты понял, что раздражительная часть твоей души в таком гнилом и падшем состоянии. Вместо ропотливости искреннее благодарение Бога за все. Благодарить Бога за то, что тебя раздражает. Ты же, как шиворот на выворотце, надо переворачивать. С Божьей помощью возможно. И когда это начинаешь переворачивать, то туда, наоборот, приходит спокойствие, а не раздражение, ропотливость. Вместо богозабвения непрестанную углубленную память о Боге вездесущем и всесодержащим. Непрестанно молитесь за все, благодарите Бога. Бодрствуйте. Об этом все в Священном Писании. В Евангелии Господь говорит апостолам в деяниях. Читать надо и применять. Просто читать – дым. А применять только с помощью Божьей. Применять без Божьей помощи – это тоже самонадеяние. Еще хуже, чем дым. «Вместо неведения – ясное созерцание или в уме перебирание всех спасительных христианских истин». Чтобы они были в уме, эти спасительные истины христианские, этот ум тоже надо заполнять этими истинами христианскими. Не отвлекаться на все вокруг. Что в основном мы отвлекаемся на что-то очень важное. То, что непосредственно влияет на нашу временную жизнь. Это для нас важнее, чем жизнь вечная. Но это же не так. «Вместо нерассудительности – чувства, обученные в рассуждении добра и зла». Избави нас, Господи, от дьявольского поспешения. Вот тут не только в делах, но и в рассуждении. Навыкнуть бы не реагировать резко так сразу. Потому что в предыдущих главах там был момент. Целая глава была посвящена какая-то. О том, что мы принимаем первое рассуждение свое за фундамент истины, как нам кажется. И на этом ложном фундаменте дальше строим свои выводы. «Вместо всяких хульных помыслов – богохваление и словословие». Вот даже внешняя речь, я помню, когда постоянно матерщинка была, само собой разумеющейся в разговоре, приперчить шутку какую-то. Когда начал молиться, она потихоньку начала как-то само по себе тошнить и выворачивать. Одним и тем же языком, одной и той же ложкой черпать мед и дерьмо, ну и как-то неудобно. И уже выбираешь, чем ты питаться хочешь. И что? И что разбрасывать вокруг себя на людей? А что разбрасываешь в мир, то к тебе и возвращается. «Богохваление и словословие. Равным образом вместо сластолюбия всякое воздержание». Аскетика, да? Аскетика. «Постничество и самоумершивление». Страшные эти слова. «Самоумершивление». Просто безумство для эллинов. И для иудеев. Тоже и безумство, и соблазн. Но кто сбережет душу свою для мира сего, тот погубит ее. Сказано Господом в откровении. С кем спорить хотим? «Вместо словолюбия». Словолюбие. Смирение и жажду безвестности. Это мое тяжелое. Не буду комментировать. «Вместо сребролюбия. Довольство малым и нищетолюбие. Также вместо гнева. Кротость. Вместо ненависти. Любовь. Вместо зависти. Сорадование. Вместо мщения. Прощение и мирность. Вместо злорадства. Сострадание. Вместо зложелательства. Доброходство. Кратко совмещу все сие со святым, со святым Максимом в следующих положениях. Доброходство. В общем, все надо делать наоборот, к чему мы привыкли, если мы не привыкли к жизни в Господе. Аминь. Аминь. Проща. 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 Продолжение следует...